итак значит очередной моментик такой по витаре смотрите что беспокоит вентилятор слушайте как звучит короче такая вот есть неприятность хочу разобрать сейчас вентилятор печки почистить там все смазать надеюсь этот звук пропадет обычно они визжат эти вентиляторы знаете особенно холодную потом перестают тут какой-то звук такой странный ну на крайний случай там поменяю так бардачок снял там вот сзади видно что кто-то пальцами лазил видите пыль маленькая подстертая местами значит кто-то пытался починить но не знаю попробую как говорится попытка не пытка так идем дальше то есть снял пластику вот эту накладочку и видим здесь целлофановый элемент и какой-то кусок пластика черный еще вот подтверждается все-таки сомнения что сюда лазили открутил здесь три винтика три шурупа точнее вот так значит вот так все это у нас остается так если вообще крутнуть люфт есть ну не знаю сейчас разберу посмотрю так смотрите вот кожух снял саму корчатку тут такая картина значит не очень приятная то есть что-то там все это размолочено но видно что это разбирали и как бы но собрали как-то не немного не так ну попробую перебрать но на самом деле уже уже буду подышкивать на этом но тысячи за две-три наверно найду какой-то вентилятор отдельно моторчик точнее так сейчас выдавливаю мотор из корпуса и нашел такой способ здесь вот такие отверстия есть вставляю отвертку ну то есть так вообще не удобно вообще было подвозить там его не зацепить было особо вот видите сейчас только вытащил короче вот так вот отставляю отвертку облокачиваюсь и тяну вот этот сам сам корпус здесь у нас вот такая система но покрасивше так скажем чем с этой стороны возможно люди кто пытался смазать они не добрались до суда судя по состоянию ну надежда еще есть так следующий шаг это вытаскиваю щеточки таким вот образом просто шельцем так следующим этапом поджимаем усы вот смотрите видите вот эти еще не поджатые вот в таком состоянии они были остальные все я уже поджал можешь еще дожать немного некоторые придется вот в таком общем духе разборка плоскогубцами работа идет так вот снял крышку такой конструкции выбивал удлинителем маленьким стрессеточки пока даже не знаю я даже не знаю честь должно быть нормально это или нет грей грязи вроде немного ну так пыль конечно вот и то есть металлической вот в общем разобрал до самого как говорится основания то есть у нас труд трение происходит вот здесь вот тогда в этой части в этой вот я почистил ветоши протер сейчас смажу ну точнее даже не здесь смажу соответственно втулки то есть 1 вот она втулочка она вот так там ходит видите немного такая пластичная ну и соответственно вот вторая втулка тоже сейчас если это дело почищу в принципе в этом и заключается ремонт но вот меня смущает что если с одной стороны допустим задней все нормально было все вот они шайбочки все целенькие да тут несколько пластиковых шайбочек чтоб металлическое потом стопорное кольцо то с другой стороны там полнейший трешак но вы видели да мясо было возможно как бы из-за этого биение происходит либо может быть там маленько подтянуть стопорное кольцо надо будет вниз ну в общем почистил это внутри наждачкой помыл там карп клинером сейчас смажу все это дело любезно смазочкой и буду собирать вот такая туба литола у меня смазка оригинальная качественная не какая-то вам подделка со светом конечно беда вообще извиняюсь фонарик дома забыл лучше голову забыл сейчас засовываю назад все это дело так блин что-то пошло не по плану у меня втулка вот это выскочила оттуда сейчас как то я буду на место ставить назад ее туда отдел вставил но она уже что-то болтается вообще не знаю критично это или нет так ну вот у меня смотрите уже на каком этапе все в принципе крутится нормально люфт нулю в соответственно конечно есть не знаю как получится после сборки но сейчас скоро проверим ну что значит подключил все ну так на скорую руку здесь просто провода шланги все воткнул еще сильнее даже ну видимо кахана ему короче ну все чертопа что и требовалось доказать сейчас я его снимаю и по образцу буду завтра покупать такой же и так парни уже следующий день вот смотрите приобрел значит новый абсолютно новый мотор отопителя салона фабричное качество давайте посмотрим что внутри распаковочка гарантийничек ну и все в принципе там да я помню что-то еще было вот шланг соответственно белый на этом экземпляре у нас черный вот в общем наши экземплярчики кстати разъем по-моему немного надо будет переделывать да вот разъемчики разные и соответственно сейчас что-то надо будет дорабатывать немного кстати обратите внимание по диаметру побольше новый моторчик то есть он туда надеюсь залезет как старый крутится как новый ну все новый моторчик на месте еще там ничего не не собрал я тестовый запуск сделаем а ну хотя она это нашел блин что-то хренька это получилось ну вот это на первой скорости работает все нормально я конечно соберу все это кожуха денут шумоизоляция но с таким звуком он не должен работать не знаю может я конечно гоню уже по моему жесть так тарахтит у него даже такая как будто вибрация внутри сейчас снял короче вентилятор решил снятый протестировать а тут какая-то вот эта железная штука она была получается к лопасти ну так зажата в лопасти может быть она и давала дисбаланс и звуку тут посторонний так что пробую еще раз как-то шумит одинаково шумно еще на первой скорости чё на чё на на 8 лимон какой хочу снять снятый включить попробовать снятый один и второй запустить существенно так вот вроде не шумно работает этот конечно тарахтит вообще совсем по-другому так значит все собрал на всякий случай в бардачок еще кинул там тряпок для шумоизоляции потому что у меня сейчас будет обостренное чувство такое подозрительность и вот поиска вот этих шумов но сейчас посмотрим короче не работает регулировка у меня выключаю и выключается видимо оно на максимум что ли работает или чё какой-то реле там или надо было разбираться срочно вообще мне подключил сейчас значит опять старый моторчик отдельно тоже дует только на максимум у меня было один раз так на машине то есть печка дует либо на максимум либо вообще не дует но вентилятор смысле тут просто дует включаешь выключаешь неважно как будто там напрямую подключена как видимо я чё-то я намудрил там где-то чё-то видимо повредилась сейчас буду гуглить и тогда я чё-то менял тоже кстати машина suzuki была менял какой-то я то ли датчик то ли какой-то резистор то ли резистор печки кажется он назывался короче сейчас буду гуглить искать что за резистор я не знаю чё-то видимо я наковырял там может разъем не не в ту сторону подключил там же два проводка но я красный с красным соединил а второй там с одной стороны был черный с другой кажется синий здесь красный черный да здесь красный вот синий вот так вот они все легко дается не все легко получается к сожалению короче такая вот тема вот резистор печки или реостат печки подозрение на него что что-то с ним случилось я не знаю выглядит с этим просто как радиатор такой типа знаете как нагревательный элемент печки но что именно греет поток воздуху посмотрел в продаже такие 1000 рублей стоит пару-тройка там есть у нас наличие буду звонить узнавать брать как-то попробовать потому что хрен знает куда копать предохранители все посмотрел подболен не знаю напасть какая-то вообще сейчас на свитара и с этой она мне уже вот здесь сидит столько головняков столько заморочек японская машина надежная должен ездить и ездить вообще горе не знать просто валяешься под ней валяешься и в этом гараже блин она как бы ездит да все мотор коробка там переключает но вот эти мелочи вот просто мелочи вот эти они просто выбивают из колеи лучше бы я вот реально была проблема но шумновато работала печка но слышно было там что-то там колыхание какое-то до левая ну и все как мне продали надо было также сказать типа вот там смазать надо и все нет блин полез сейчас купил моторчик который шумит перестали скорости регулироваться сейчас эту надо купить еще тысячу эту сейчас поставлю но не знаю мы надеюсь там просто шумит потому что она сейчас тупо на максимум работает и все и ну как бы заклинившая на максимуме главное снят это он не шумит он работает нормально в руке у того держишь короче перекупом быть очень сложно очень это профессия очень это ну как бы не знаю кто на въезде на рынок может сидит там в этой в ковбойской шляпе в очках да где-нибудь в теплом в жарком регионе на въезде купил тут же поставил там продает а тут надо пригнать на какой пригнать надо купить билет улететь с деньгами там как там все там будешь перевозить где-то в чужом городе найти тачку перегнать здесь все вот эти подготовки подготовить потом попробовать ее продать это просто целая технология тогда это надо быть и автомехаником и водителем и экспедитором и все подряд но и обманы естественно обманы везде есть во врачебный к врачу придешь он тебя что не будет обманывать в этой в клинике в платной он из тебя не будет обманывать его уволят разве кто там юристы да блин да все обманут риэлторы продавцы блин придешь если он на рынке стоит если он тебя не будет обвешивать блин сами понимаете да такие вот пироги не знаю пошел пошел ужинать в столовую и обзванивать по вот этому по резистору людей и так ребят по витали значит поставил реостат в итоге он помог печка начала дуть как надо так сейчас надо завести тачку показать нужно первый раз за второй раз точнее за пять месяцев кажется нужно показать машину короче если не обращать внимание это было на печку как-то шумновато работает но если не обращать внимание вроде как нормально сейчас еще с музыкой прокачусь на ходу выпустим копаем вот он этот реостат злосчастный который признаюсь я спалил вот этими своими руками которые не всегда растут оттуда куда надо короче пока вот этот разъем чем-то там же она короче вот этот разъем чик надо было переделывать с оригинального вентилятора который у меня стоял на дублевый и и вследствие вот этих моих экспериментов короче ну я замкнул проводочки и запахло невкусно и получается я думал спалил вентилятор все кобздец оказалось вот этот товарищ пострадал соответственно 900 рублей и я купил точно такой же бэушный оригинальный по объявлению а